Сменяются годы и эпохи, но всегда на месте легендарный Т-34. Мемориальный комплекс в Киселевичах установлен в 1975-м в честь танкистов-освободителей. Каждое второе воскресенье сентября сюда стекаются сотни людей. На календаре бронированный праздник, День танкиста, 11.00, улица Горелика. Митинг объявляется открытым. Цветы и венки к подножию возлагают потомки героев, руководство Первомайского района, военнослужащие Бобруйского гарнизона и простые люди. Красные гвоздики – дань памяти. После минуты молчания вспоминают каждого, кто завоевал для Родины свободу и независимость. Это действительно значимые и весомые события, потому что танковые войска, они однократно доказывали свою значимость в истории не только города Бобруйска, но и республики Беларусь в целом. Поэтому то единство, то братство, которое царит, и у бывших военнослужащих, и у жителей, наверное, это та традиция, которую нужно сохранить. У Бобруйска большая танковая история. До 1992-го в городе дислоцировалась 5-я гвардейская армия. 70 тысяч штыков, 3 тысячи бронетранспортеров – настоящая мощь. Об этом и многом другом знает последний командующий, генерал-лейтенант в отставке Станислав Румянцев. Благодаря тому, что наш народ, советский народ, в том числе и белорусский, создал и сумел создать большое количество танков. Более 40 тысяч танков было во время войны выпущено, понимаете? И благодаря этому она приобрела ударную такую силу. День танкиста – народный праздник. Он объединяет бобруйчан разных возрастов. С импровизированной сцены звучат песни, работают тематические и игровые площадки. Сегодня белорусские танкисты – главная ударная сила страны. На вооружении больше тысячи бронированных машин Т-72. Основная задача в случае развязывания агрессии – защита республики. В мирное время – доказать высокий профессионализм на международной арене. Их девиз – мощь, энергия, надежность. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.